всем привет пригнали мод вот такой mercedes 208 d из кемерово кому интересно посмотрите там есть целый сериальчик ну и сегодня я хочу заснять видео такое в общем заснять видео обзор про этот так сказать давайте сейчас расскажу во первых откуда он взялся и почему взялся кто не в курсе этот mercedes также как еще один с ним в кучу мы поменяли на наш в 124 универсал который был оттуда вот с кемеру мы пригнали два бусика сразу отвечу на вопрос где рыжик рыжик мы еще по зиме его уже продали в общем нет и вот поэтому мы взяли вот этот mercedes ну еще кто-то сейчас скажет тот был хороший это утиль ну немножко не из-за этого мы взяли тот как вы помните рыжий у меня был просто фургон и плюс он был короткобазный я давно хотел вот такой взять длиннобазный он средняя база называется и плюс он со стеклами он грузопассажирский сами знаете у меня семья большая поэтому мне нужен более вот такой агрегат более подходящий а вообще есть мне на него кое-какие планы ну этого я думаю возможно вы в дальнейшем узнаете также еще вопросом задавали мне через не буду делать его на разбор его лечу нет на разбор я выпускать не буду буду его под восстанавливать но чуть позже восстанавливать мы будем в первую очередь черный но подня про него будет чуть позже обзор тоже тут более хорошем состоянии единственное какой-то маску заметил на нем нет дверей вот сейчас надо подыскивать двери и ищу на него в принципе он только раз за разокомплектованы из-за дверей а так он все в порядке полностью давайте посмотрим сейчас что этот за мерседес так ну что тут конечно он такой более подуставший на нем возили муку в кемерово перегружали его очень сильно поэтому ходовка у него так сказать немножко в печальном состоянии хотя я думал не оба шкварня от разбита на передней балке оказывается только один это он разбила его за чего ж корень потому что снизу выпала крышечка ставотница и похоже ну в общем короче проглядели и нижний там разбила на деревнюю втулку но она не сильно как-то не сильно болтается но еще не это можно в общем поменять балка целая сама ходовка у нас как бы запчасти все есть я планировал на рыжика менять ходовку поэтому меня полностью вся ходовка есть и резинки все это это мы переберем но чуть позже ну давайте посмотрим по состоянию кузова да вот такой подуставший но я бы чего хотел сказать он нисколько не хуже моего рыжего допустим что на моем рыжем надо было менять крылья передней там все шпакли были что здесь также арки вот менять крыло соответственно усаркой арки надо меня в общем по низам да его надо делать двери низы как вот сейчас хочу это все постепенно железо набрать подножки вот подгнившие конечно по железо потихоньку наберу и буду переваривать также здесь вот эти углы арки тоже у него под это тут еще и пена вдобавок но это все ремонтируется есть серия вставки шарнир но она есть отдал денис так что вот арка здесь вот такая даже она в принципе здесь лучше на вид чем у нас было на рыжем у нас на рыжем то там тоже соответственно двери вот эти тоже надо низы вот эти двери их надо полностью менять они видите тут еще вот у меня есть двери другие с голубого бусика тоже высокий скорее всего я те двери восстановлю как бы двери на него есть задние поднищу здесь вот по кузову сразу давайте заглянем тут уже как бы он варился вот эта сторона тут маленько проваривался пока поездить можно я думаю пока лето на нем буду двигаться ничего я не буду особо заморачиваться вот думаем муке отмыли как смогли его кстати фанеру маленько коробить начало блин там повело намочили вот так вот он фанерой кстати обшив потолок у него бока это как-то на заводскую даже похоже под фанерой он везде пенопласт он утепленный в принципе в нем довольно тихо на полу тоже ли с фанеры лежал шутка здесь двери то же самое здесь вот полностью горд будет меняться был он кстати в Экадельбурге какого-то то ли мотогонщика то ли автогонщика автомобильная обшивочки такие уже под растрепанные конечно не очень карты бы дверей это можно перетянуть надо развернуть будет сидушки маленько намочили постирали но все на плоховато и та вот сидушка мне анатолий дементьев подогнал очень хороший сейчас я про нее расскажу маленько подробно двигатель здесь вот сразу заглянем 102 стоит 601 до 2 и 3 бусовки регулировали тут аппаратуру на нем налив регулировали тнвд форсунки еще чистому про форсунки я не стал снимать видео нету а про она как регулировку налива есть там будет видео после этого может быть тахографом он такой как бы принципе все здесь работает но сейчас чуть позже его запустим здесь такая же печаль беда вот она в принципе их нестандартные болячки хотя здесь вот я смотрел тут у него все целое от эти места так бы под дом так ну здесь чего тут ничего такого вот кстати у него вот был автомобиль и что-то короче было в екатеринбурге автомобиль оттуда он приехал мотор так отмыли здесь под капотом все отмыли здесь немножко есть у него тут с этого бока да вот немножко лопну там надо варить и вот с того там короче морду надо будет разбирать тут тоже подваривать в общем конечно да по кузову и позаниматься можно но давайте теперь заглянем под низ давай андрюха заглядывай теперь принципе рессора у него здесь у них болезнь отрывая как бы на месте даже по моему резинки у него целый на рессорах но его еще как бы вот сами особо не разглядывали вот можно сказать отмыли поглядим как раз с вами вот здесь вот покажи сразу вот этот усилитель под гниши конечно это все надо будет менять варить да на моем режим чуть-чуть получше было конечно чуть-чуть получше здесь соответственно вот так вот шаг надо андреяночка это нам прицепить лонжероны как бы вот у него печалька есть лонжероном вот с этим с этой стороны да печалька у него есть подгнивший лонжерон тут он уже отваренный но тут вот еще рессора как вы видите сломанная я думаю видно также из-за вот этого сломанной рессора произошла печаль беда с лонжероном вон эти его сломала на отбойники придется там пол вскрывать опять и варить из лонжерона или усиливать рессора сломана полностью не все листы абсолютно сказать надо рессоры сейчас на него кстати может быть кто знает где приобрести запчасти на бусика вот мне нужно рессоры и все двери нужны только задние двери мне нужны короткие боковая дверь ну боковую не обязательно но и передний короче нужны задние двери и передний на бусика это на черный на тот надо вот здесь тоже проварим как бы уже делался немножко красили вот такой вот бак вот надо еще нам вскрыть снять что-то там сверху где-то солярку наливаешь полном подтекает как бы с моста вот и смотрю сальник сейчас отмыли и видно что свежее вон масло есть у него подтек крестовины так вроде целая была вибрация но это похоже в колеса грязь была после 70 здесь вот как бы так коробка у него 13 стоит скоростная есть электрокотел у него подогрев электрический здесь вот так тоже вот она подгнившая да как бы работы с ним много я не спорю но основные как бы узлы у него рама главное более-менее не считая тот вот кусок целое и пока на нем подвигаться можно ходовку сейчас немножко подделать лонжерон усилить так надо еще сегодня заменить на нем масло маленько прокатиться как раз-то подливать не буду и кстати вчера хотели фильтр топливный поменять почему-то фильтр какой-то своей здесь странно на том бусике короче другой подходили у меня все фильтра у меня есть новый топливный а здесь почему-то не подошел сейчас буду корпус фильтра еще поменять придется так ну давайте его запустим на посмотрим как он тарахтит как он не работает одна свечка на втором цилиндре сейчас мы ее поменяем а так как почти не видно он держит сюда вот один цилиндр не работает получается и прогревочных сейчас нету ну давайте еще по сидушку расскажу понятно на складываться раскладываться вперед-назад двигаться ну а самое главное прикол у него вот вот сама короче с дружкой это какого-то микрика ее можно еще устанавливать его в таком положении также надо ремни и есть еще вторая такая сидушка только одинарка тоже поворотная она будет стоять на водительском месте подогнал мне мой подписчик анатолий дементьев анатолий привет и спасибо еще раз за такой очень замечательный подгон также в дальнейшем я покажу еще что он нам подогнал так сказать для нашей техники очень тоже еще два подгонщика третий очень крутой подгончик ну кто смотрел вам видео в принципе примерно видео что мы привезли в общем вот так такие вот сидушечки вот такой вот бусик но я думаю ответил на ваши все так сказать вопросы откуда чего и почему ну а по черному гуси куда мы его будем восстанавливать но по нему обзор немножко позже там сейчас у нас грязь попозже выложим через недельку тоже покажем в каком состоянии и чего вообще с ним в общем вот так а на этом давайте на на это видео подведем концу заходите плейлисты наверно создам сейчас новый плейлист про этот mercedes обзывать мы будем наверно кузнечиком в принципе он и похож на кузнечика и тарахтит как саранча как кузнечик корицы и для него это имя до этого подойдет почему так вот будет набор журнал на drive 2 про него в общем вот так но на этом всем спасибо за внимание и до свидания а а Продолжение следует...